Золотой медалью, и думаю, куда же мне теперь такой лунный деваться. Не пошла на филологический, хотя, казалось бы, хотела в театральный, меня не пустили. Сказали, если это твое, оно тебя найдет. Но не хватает все равно вот мне каких-то театральных фишек. И пошла я на факультет международных отношений. Всегда любила иностранные языки и гуманитарии. Мне важно, что к математике было поменьше. А там как раз история, дипломатия. Все это было здорово, интересно. Я сделала правильный выбор, я очень много путешествую вместе с ВУЗом. Живу в Берлине, стажерусь это наиярчайшие годы моей жизни. С девчонками, которые из школы, две самых моих таких подружки. Мы по России путешествуем. У нас термос, маршрут, я всегда за рулем. Настяка за провизию, Оксанка за дорогу. У нас такая прям команда молодости нашей. А потом случается, ну такая одна из самых важных историй любви в моей жизни. Я живу в Стамбуле, живу в Крыму. И тогда я понимаю, что одной любви бывает недостаточно для того, чтобы быть вместе. Безумно любя человека и будучи им безумно любимой, я ухожу. Возвращаюсь в Нижний Новгород, совершенно разбитое. И не то, что я сижу в комнате и рыдаю, а мама ходит мимо, но такой у меня был период непростой. И глядя на меня, мама говорит, ну слушай, иди уже поработай. Мама подружка говорит, автосалон Мазда. Нужен менеджер по продажам автомобилей. Иди уже туда. Ну ладно, все равно, если как бы все, жизнь кончена, все плохо, пойду поработаю. Это был... Прихожу я, загорелая, красивая, молодая, по протекции директора, в отдел продаж. Ну, как вам объяснить вкратце? Это такое место, где готовы убить друг друга за клиента. Готовы обмануть, подменять в базе номер телефона. И тут приходит звезда, вообще никому не нужная. Со мной никто не разговаривает. А я вызовы так люблю. Мне вот уже со школы, чем сложнее вот скажут, что мы тебя очистим вот так вот сразу, тем мне интереснее. Вот с Катей, кстати, мы там с ней и познакомились. Она была на ресепшене, а я в отделе продаж. Ну, естественно, не могу стать не лучшей в чем-то. Вот этот несчастный мой максимализм, который до сих пор не излечим, через какое-то время я становлюсь лучшим менеджером не просто в сети в Нижнем Новгороде, а в России. Мазда Моторус проводит срезы, год всех нас тестируют, мучают всеми этими показателями, там, продажа тест-драйва. Скучно. Выиграть я не планировала. Вот эти все конкурсы, за которые поездка в Европу за счет компаний на спортивном кабриолете, Мазда RX... 8? 8, да, была? MX-5, ну что ты вот тут и тут... MX-8, MX-5. Да, я все уже забыла, это же было в другой... Я не надеялась выиграть, но я стала первой, и нас, команда вот этих вот 10 человек лучших по всей России отправляют в эту поездку. У меня, я говорю, как ты так работала? Там настолько была творческая профессия, очень много путешествий, поездок, общения с людьми, и все бы было здорово у меня, и так бы оно продолжалось. Но руководитель отдела продаж уезжает в отпуск, я остаюсь ИО, и один клиент у нас не справился с, как эта машина называется, пикап. Он разломал сцепление, застрял в снегах, а с нами судится. Меня бы это не коснулось вообще, но я была ИО, и я разрунила эту ситуацию. Так я и познакомилась с папой Платона. И началась уже с этого момента совсем другая история.